Всем привет! В предыдущих видео мы разобрали, как устроены паровые козлы и как они работают. В данном видео покажу и расскажу про паровую систему, а точнее куда мы расходуем такое количество пара. Наверное мы закроем эту тему про пар. Думаю для начальной базы этого будет более чем достаточно. Пар с верхнего барабана после стопорного клапана идет по этой паровой линии. Вот это основная линия, вот так она выглядит. Сейчас все разберем. В этой паровой трубе будет такое же давление, как и в котле. Так как у нас на вспомогательный потребитель не требуется большое давление пары, то мы можем с помощью автоматического редукционного клапана разделить эту систему на систему низкого давления пара и на систему высокого давления. Высокое давление нам необходимо для грузовых насосов, а низкое для остальных потребителей. Здесь у нас такое же давление, как и в котле, например 10 кг. А после автоматического клапана будет 7 кг. Простыми словами, этот клапан регулирует давление в сервисной системе. Это блок управления этим клапаном. Здесь мы задаем уставку по давлению пара в сервисной системе. На этом манометре мы видим, какое у нас давление в сервисной системе. Вот так это происходит. Какое давление я задам, такое давление и будет в системе. Изменяя уставку, открывается или закрывается этот клапан. И он поддерживает нужное нам давление. Также, если у нас устроя выйдет автоматический клапан, ну или нужно сделать какой-нибудь мейтенинг, мы отсекаем его и используем используем ручной клапан. Так называемый байпас, или простыми словами, это тернкинный клапан. Такие клапана есть практически на всех системах, не только на паровых. Ну и в этой 7-килограммовой системе пар расходуется на разные потребители. Эта магистраль ведет на подогрев грузовых танков, если, естественно, нам необходимо огреть груз. Также идет на подогрев слоп танков, и на подогреватель, который находится в помповом отделении, который мы используем для мойки танков. Как он выглядит, я показывал в обзоре помпового или насосного отделения. Кому интересно, посмотрите. Кстати, если нам необходимо греть груз, то мы будем использовать данные клапана, так как пара нужно будет очень много, и верхний редукционный клапан просто не справится с количеством пара. Также на системе установлен предохранительный клапан. Например, если редукционный клапан зависнет, и давление в сервисной системе начнет расти, то он откроется, и давление просто справится в атмосферу. На каждом предохранительном клапане есть заводская бирка. На ней вы можете увидеть, на какое давление клапан откроется. Не знаю, видно вам или нет. Написано, что давление клапана настроено на 0,9 мегапаскаль, или на 9 килограмм бар. Еще эту развязку называют паровая гитара. Например, если нам необходимо отсечь какую-нибудь систему для устранения поломки, мы сделаем это здесь. На некоторых теплоходах паровые гитары есть на каждой палубе. Но этот танкер, к сожалению, экономный вариант, здесь она одна. Конкретно куда, какой клапан, на какую систему идет, я не вникал. Это не мой бизнес. И, в принципе, сейчас это не имеет никакого значения. Но скажу, что пар после этих клапанов идет на такие потребители, как топливные подогреватели сепараторов. На каждый сепаратор идет свой подогреватель. Топливные подогреватели котельного топлива. Подогреватель тяжелого топлива дизель-генераторов. Топливные подогреватели главного двигателя. Напомню, кто не в курсе, если мы на судне используем тяжелое топливо, он же мазут, то его необходимо греть до 120-140 градусов. Все зависит от топлива. Также расход пар идет на подогреватели масляных сепараторов, масляного сепаратора главного двигателя и дизель-генератора. Скоро, кстати, выйдет работа по его чистке. Наверное, сделаю видео, покажу, как у меня устроено. Пар уходит на подогрев топливных танков, таких как сервисный танк, он же расходной танк. Это вход пары. Это выход пары. Это подогреватель охлаждающий воды главного двигателя. Здесь пар заходит, омывает трубки, а затем выходит. Когда главный двигатель не работает, его необходимо греть. Главный двигатель не работает, его необходимо охлаждать. Это циркуляционный насос горячей воды, который идет по каютам. Насос постоянно циркулирует воду по системе, пропуская воду через подогреватель, тем самым грея ее. Это вход, это выход. Также на системе установлен автоматический клапан подачи пары на подогреватель. Работает он от термостата. Также в зимнее время мы используем пар на обогрев кают. Также паром, если у нас загораются подпоршневые, мы тушим их. Есть система СО2 и есть система парового тушения. На каждые подпоршневые подходит свой клапан. На данном двигателе 6 цилиндров, а это паровые клапана для того, чтобы тушить огонь подпоршневых. Паром греем теплый ящик. Температура в теплом ящике должна быть 75-85 градусов. Это атмосферный конденсатор. Внутри него по трубкам проходит вода из низкотемпературного контура. Затем весь этот пар, который прошел в сети подогревателей или потребители, возвращается обратно на атмосферный конденсатор. Здесь пар конденсируется и стекает обратно в теплый ящик. Из теплого ящика насосы уже берут воду и давят в котел. И этот цикл не прекращается. С сервисной 7-килограммовой системой надеюсь вам более-менее понятно. Теперь рассмотрим систему с высоким давлением пара, то есть паровую систему грузовых насосов. Пар из котла у нас идет по этой трубе. Это продолжение трубы. Далее пар идет через главный клапан на паровой сепаратор. И затем на грузовые турбины. Это паровой клапан турбины. Когда вся система готова, открываем паровой клапан. Пар поступает на лопасти турбины, тем самым раскручивая ее. Отработавший пар по этой трубе засасывается в вакуумный конденсатор. Пар конденсируется. Конденсат собирается в этой части. И затем конденсатными насосами откачивают конденсат прямиком в теплый ящик. Это всасывающие трубы на конденсатный насос. У нас их два штук. С помощью этого смотрового стекла мы можем следить за уровнем конденсата в конденсаторе. А, ну скажу, что в качестве охлаждающей воды в вакуумнике выступает забортная вода. Она проходит по трубкам, охлаждая их. А горячий пар омывает эти трубки и конденсируется в воду. Здесь забортная вода заходит в конденсатор. Затем проходит по трубкам. И по этой трубе выходит заборт. по этой трубе у нас пар идет на зачистной насос. Насосное или помповое отделение. Как выглядит насос вы можете посмотреть в обзоре на помповое отделение. Это дампинг-велф или простыми словами клапан сброса. Он сбрасывает излишки пара на конденсатор. Котел у нас же работает без остановки. Чтобы поддерживать определенное давление пара в системе и чтобы не срабатывали предохранительные клапана, этот пар просто сбрасывается и затем конденсируется. Какое давление нам необходимо поддерживать в системе мы задаем в этом блоке управления. В данном случае если давление пара превысит 15 кг, то откроется клапан сброса. У нас три турбины. Все они одинаковые. Третий уже показал. Это вторая турбина. Это первая турбина. Также на некоторых танкерах, обычно которые больше 150 тысяч, у них как правило установлена одна балластная турбина. А на танкерах, у которых грузоподъемность больше 200 тысяч тонн, у них уже будет три грузовых турбины и две балластных турбины. Это панель индикации сигнализации и тахометр по турбине номер 3. Это манометры турбины номер 3 и такие же аналогичные панели на второй и первой турбине. Так как у нас танкерок маленький, 120 тысяч, у нас балластных турбин нет, у нас установлено два электрических балластных насоса. На этом, пожалуй, закроем паровую систему. Надеюсь, что объясним вам более-менее понятно. Объясним, как все это устроено, как это все примерно работает. Делитесь видео. Пусть начинающие моряки или те, кто захочет работать в море, будут в курсе, как это все выглядит на самом деле. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok